привет это 200 меня зовут артем кунисов и сегодня поговорим что нового нас ждет в учебном году можно ли разрисовать стену и узнаем наконец-таки что такое суефа камень ножницы бумага суефа вы никогда не задумывались что такое суефа оказывается это гнат игра к нам пришла из китая с переводе с китайского она обозначает начинайте пожалуйста я живу в америке города нью-йорк если у меня был спорт с моими дружками или даже родителями я поиграла игру называется камень ножницы бумага и по-английски rock paper scissors сегодня я позову мой брат александр что мы могли показать как играть в игру александр идем как мы эту игру используем в разных целях например кто будет начинать играть когда мы построили в разных целях которые мы не можем решать мы тоже используем камень ножницы бумага чтобы выяснить кто будет вот еще мы используем черное тюфе это значит мы холдем ноги в центр и на кого попадет на два раза они будут вода они делают вода и это мы делаем когда кто-то будет вода еще мы еще мы делаем не я не я садишься и говоришь не я даже не знала что день камень ножницы бумага мы конечно играем в камень ножницы бумага мы еще бросаем монетку мы делаем жеребий и мы делаем чапсты когда мы решаем какой-то и решить какой-то спорт мы подбрасываем монетку я буду медведем ты будешь королева и я буду медведем как мы должны ци бумага это такая игра она очень популярна в германии мы часто с моей сестру играем когда мы очень можете использовать и новая сестра иногда просто идет пока я поставлю какую-нибудь в голос чтобы меня потом открутить. У нас в Японии тоже есть такая игра камень-ножица-бумага. По-японски звучит вот так. Сай шагу, джангкенпой. Сай шагу, джангкенпой. Сай шагу, джангкенпой. Сай шагу, джангкенпой. Это они пишут на заборах, рисуют на домах и могут даже сделать самый серый город ярче. Марина Никифоровна встретилась с мастерами стрит-арта и узнала, можно ли всем рисовать на заборах. Ежегодный фестиваль стрит-арта Контур снова прошелся по улицам Ульянска. Узнав, что художники городского искусства принялись за стену дома Настасова, 11, мы тут же примчались посмотреть, как они работают, а заодно и узнать, любой ли может стать мастером граффити. Вот, например, если бы я захотела разрисовать стену, где это можно было бы сделать, с кем договориться там? Ну, вообще-то для начинающих я обычно советую начинать с листочков, когда уже вот на листочках что-то хорошо получается, переходить на стену. Договариваться, в принципе, можно и с жителями, и просто с людьми с обычными, как и с гаражом, так и с будкой какой-нибудь. Главное просто самому как-то находить контакты разные. Чаще всего граффити и уличные картины рисуют красками из баллончика. Во-первых, так проще. Во-вторых, краска не капризная, хорошо держится даже не на подготовленных стенах и переносит любую погоду. Сколько краски нужно вот на такую стену? Около, наверное, 200 баллончиков, не считая фона сделанного. Но все-таки зависит от сложности рисунка. Здесь вот средняя сложность рисунка, а есть куда и уходит и больше. На этом рисунке можно увидеть ундоровский аммонит, радищевский пион и другие символы нашей области. Автор картины – Кадыр Тванга, профессиональный художник из Абхазии. Он полюбил стрит-арт, еще участь в университете. Я рисую улицы, связь тоже больше, и люди всегда рядом, ближе. Они хочутся и знать сразу, что я рисую, что я подумал, какая идея я хочу выставлять. Поэтому лучше, я думаю, улицы рисовать. Эскиз Кадыр нарисовал заранее, но вот чтобы перенести его на стену, нужно около недели. Хорошо, когда с погодой везет. А что делать, если она не на стороне художника? Вы уже начали, плохая погода. Что вы в этом случае делаете? В дождь и ветер отдыхаем, потому что краска не ложится просто даже на мокрую поверхность. Поэтому нам сейчас везет, и у нас только солнышко. Правда, конечно, жарко нам очень сильно. Но мы справляемся. Художникам приходится быть на высоте во всех смыслах. Например, рисовать нужно стой на подвесном балкончике. Чтобы искусство не потребовало жертв, обязательно должна быть страховка. У наших художников в команде даже есть профессиональный промышленный альпинист. Опытному человеку, конечно, не сложно, но для начала это сложно, как, не знаю, я сравнивал это с тем, как стоять в трамвае и качаться постоянно. То есть постоянно туда-сюда качают. Ну, не совсем как в трамвае, конечно. Но когда берешь баллончик в руки, забываешь обо всем. Качка почти незаметна. Главное – не торопиться. Делать все аккуратно. По вашему мнению, какие три главных качества должны быть у профессионального художника? Наверное, чувство вкуса самое главное. Этим все сказано. То есть, чтобы он понимал, как композицию, как цвета составить, чтобы это было и выглядело красиво. Конечно, тем, кто хочет всерьез заняться стрит-артом, начинать лучше с рисунков поменьше. Стена дома для опытных художников. Но нам повезло. Кадыр – не только профессиональный художник, но и преподаватель в Центре детского творчества. Он умеет и любит учить детей стрит-арт. Всегда мы разговариваем. Я люблю слушать дети, что думают, какая идея имеет. Потому что через весь каждый художник, каждый человек через свое душу, через свое сердце занимается для искусства. Поэтому дети, что думают, меня всегда интересно. А думаем мы, что, наверное, быть стрит-арт-художниками очень здорово. Ведь они, как настоящие волшебники, даже самые серые улицы умеют делать яркими. Теперь мы внесли свой вклад в городское искусство. Как-то не печально, но летние каликулы подошли к концу. Что нового нас ждет в учебном году, смотрите в нашем сюжете. Скучно, когда из года в год не происходит ничего нового. Но 1 сентября всегда происходит что-то новенькое. Давайте узнаем, что. На следующей неделе в Ульянск-Холлесе в школу отправится 124 тысячи учеников. Из них 14 тысяч первоклассники. В пяти школах города 25-й, 29-й, 55-й, а также в школах Боротаевки и Лугового ребят встретит новый директор. В 34-й геннадии откроется новый корпус. А в Теренге начнет работать началка местом лицея УЛГТУ. В Ульяновской области появится центр одаренных детей. Он будет работать так же, как образовательный центр «Сириус» в Сочи. Наверняка многие из вас про него слышали. А те, кто проявил свои таланты в искусстве, науке и спорте, даже побывали. Вот для того, чтобы таких ребят из Ульяновской области становилось больше, у нас создается центр одаренных детей, который также будет вести программы по спорту, искусству и науке. Ребята, которые занимаются в 5-м, 11-м классе, смогут заниматься олимпиадной математикой, физикой, химией, повышать свое исполнительское мастерство, те, кто занимается на музыкальных инструментах, учиться живописи на более высоком уровне и даже играть в хоккей. Для этого учебного года уже разработали целый календарь олимпиад и конкурсов. Принимать в них участие смогут все желающие. Самое важное из олимпиад Всероссийской олимпиады школьников в этом году будет проходить немного по-новому. Мы подписали соглашение с «Сириусом» и шесть предметов, таких основных, как математика, русский язык, физика. Все ребята с 9 по 11 класс в школах смогут принять участие в школьном этапе благодаря платформе «Сириус онлайн». В остальном все пока останется по-старому. Учиться будем по триместрам пять дней в неделю. А вот будут занятия очными или опять начнется дистанционка, будет зависеть от того, насколько много ли будет заболевших ковидом. Давно что-то мне отвечали на ваши вопросы. Время нашей любимой рубрики «200 вопросов». Почему на грядке помидоры не краснеет, а так в тарелке краснеет? Всем привет! Помидоры могут прекрасно покраснеть и на грядках самостоятельно, но только если это позволит погоду, будет тепло и сухо. Зато покраснеть они могут и дома в тарелке. За процесс развития и созревания плодов отвечает растительный гормон э-ти-лен. Это такой газ, который созревающие томаты выделяют самостоятельно. Сорванные плоды перестают питаться от куста. В стрессе выделяют больше этилена и спеют. Кстати, если покраснеть дома у них не получается, нужно к зеленым помидорам положить несколько красных или спелое яблоко или банан. Ведь этот газ выделяют многие фрукты и овощи. Этилена станет больше и зеленые помидоры начнут спеть быстрее. Это был последний выпуск этого лета. Впереди сентябрь. Пройдите свой остаток лета благополучно и ярко. С вами был Артем Кулинцов. До новых встреч! Всем привет! С вами Иван Шагунов и это Инструктор по погоде. Это лето было очень жарким, а этот сентябрь будет очень хорошим. Не забывайте носить с собой зонтики и всем успехов успехов в учебе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok